Благодарю вас, Ваше Высокопредсвященство, уважаемые высокие представители государственной власти, деловых кругов, все те, кто особым образом потрудился для строительства этого храма, всех вас сердечно приветствую. Храмы Божьи не строятся, когда в них нет необходимости. Мы знаем, что в светской жизни нередко строится то, что не очень-то нужно людям. Иногда вот эти памятники, таких никчемных построек стоят в городах, люди пальцем показывают, удивляются, зачем это все надо было. А вот никто никогда не скажет ничего подобного про храм, потому что храм строится в ответ на веру людей. Нет веры и нету храмов. Слабая вера тоже нет храмов. А когда вера в сердцах людей возрастает, тогда возрастает ведь и потребность всем вместе помолиться Господу. А все мы вместе, как церковь, собираемся в храмах Божьих. И каждый молится о своем, но все же эти молитвы направляются в одну точку, туда, там, где Господь, в иной мир. И вот этот огромный духовный столб нашей веры и нашей молитвы взмывается к небесам, и Господь слышит молитву верных. Потому и сказано в Слове Божьем, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А сегодня нас ни двое, ни трое, а множество. И как замечательно, что в ответ на возрожденную веру людей созидаются Божьи храмы, что в этом участвует и государственная местная власть, представители деловых кругов, люди, чувствующие ответственность за судьбу страны, за судьбу своего народа. И еще раз хочу сказать, что то, что сегодня происходит в России, это уникальное явление. На Западе храмы либо закрываются, в лучшем случае отдаются мусульманам, а в худшем случае устраиваются рестораны, кафе, танцплощадки и так далее. И это происходит в тех странах, которые свысока смотрят на нас, пытаются нас учить. А когда мы не очень учимся, то чуть ли не войной готовы идти на нас. Чтобы мы непременно стали такими, как и они. Но мы не можем стать такими, как они. В первую очередь, потому что они изгоняют Бога из своей жизни. Они не только в личной жизни нарушают Божьи заповеди, так и в нашей жизни происходят. Но они демонстративно разрушают христианские ценности, как бы декларируя то, что никакого Бога нет. Есть только человеческая свобода. И человек выбирает то, что он хочет выбрать, и никто ему не указ. Вот это отрицание Бога и привело к глубочайшему духовному и нравственному кризису. Мы никого не осуждаем. Но просто вспоминаем то время, когда и в нашей стране власть Бога не верила и преследовала атеистическую идеологию, пыталась ее внедрить как бы в сердца и в разум людей. Но вот в чем различие? Та самая идеология, отрицая Бога, не отрицала тех самых Божьих заповедей. И все эти кодексы, которые составлялись, и в соответствии с которыми должна была развиваться жизнь, они заимствовали ценности из Божественных заповедей. А то, что в других странах сегодня происходит, это отрицание всякого Божьего участия в человеческой жизни. Еще раз хочу сказать, мы никого не осуждаем. Каждый живет так, как он желает жить, но сами должны твердо понять и запомнить, и исповедовать и умом, и сердцем, что жизнь без Бога, жизнь не в соответствии с Божьим законом, это путь в никуда, в лучшем случае. А в худшем случае, это погибельный путь и для души, и для тела человеческого. Я всегда с особым чувством совершаю богослужения во вновь построенных храмах. Именно потому, что это памятники духовного возрождения нашего народа. Вот и этот святой храм является таким памятником и одновременно местом, где народ собирается для самого главного, чтобы излить свои чувства и на основании своей веры, и спросить у Господа помощи в жизни на добрые и благие дела. И вот сегодня наша особенная молитва о стране нашей, о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, православном христианине, о властях и воинстве нашем. Потому что многие ополчаются для того, чтобы погубить Русь святую. И потому мы нуждаемся в объединении всех сил. И когда основой объединения является наша вера, наше упование на Бога, мы становимся непобедимыми. Вот так важно сегодня всем нам осознать, что вера является краеугольным камнем нашего мировоззрения. Не только потому, что без веры невозможно угодить Богу, как говорит священное Писание, но без веры невозможно построить мирной, справедливой жизни людей. Потому что, как уже опыт показал, никакие светские идеологии не способны создать фундамент для построения такой жизни. Вот почему радуется мое сердце, видя новые храмы, переполненные народом, с участием властей, с участием простых людей, да всех тех, кто сегодня наполнил храм. Дай Бог, чтобы так и было в нашей стране. Чтобы наша материальная сила прирастала, но чтобы одновременно прирастала сила духовная. Чтобы материальная сила не становилась опасной, но чтобы материальная сила поддерживала народ, в том числе и обеспечивая его безопасность. В том числе и для того, чтобы мы могли свободно, непреткновенно служить Господу и жить по Его заповедям. Пусть Господь преклонит милость свою к Отечеству нашему, к всему Святому Граду, к властям, верующему народу, к воинству нашему. Дабы тихое и безмолвное, как говорит молитва, мы могли проводить житие во всяком благочестии и чистоте. И да поможет всем нам именно так, а не иначе. Жить, служить Господу и своему Отечеству. Аминь. С праздником вас поздравляю.